Привет, милый зритель и Аня. Так получается, что по-другому мне ни хрена не получается записать. Потому что сейчас в саду я узнала, что мы завтра в 9 утра едем в деревню. Вот здесь у меня моя классическая сумочка от Мэри Кэй, которую мне тётя когда-то отдала. Ну, как бы подарила. Я не буду её раскрывать, а потом её когда-нибудь раскрою. Ну, короче, тут ноутбук, мышка, полторы камеры, мелкие экшены, самые бюджетные, самые дешёвые. Какие-то крепления, чёрт на чё, наушники с гарнитурой, ну, чисто можешь мне что-то послушать при монтаже. Колонки маленькие, микрофон, может, я разрешу записать, ну, тот, с которого я когда-то ела АСМР. Я не помню, как его зовут. Короче, с этой, с установочкой, чтобы он держался маленьким штативчиком. Короче, это вот тут. Тут у меня где-то, да и чёрт памяти. А, вот, тут у меня штатив мой самый первый. Пардон, сейчас было, наверное, немножко было видно эту сушилку. Сейчас я добавлю немножко света потолочного. Чтоб не шокировать любви, сушилка я сделаю круг в другую сторону. Ну, я с собой беру килограмм лимонной кислоты. Хоть я в этот раз туда везу кассеты до фильтра, но мало ли чего. Засрётся раковина, потому что воск решили слить не куда надо, а в раковину. И придётся профигачивать раковину лимонной кислотой. Короче, у меня тут сухое молоко полуторапроцентное. Я его ещё не пробовала, но так как нет времени, а сейчас уже девять с чем-то. Вот у меня старый телефончик. Да, вообще полдесятого, двадцать семь минут десятого. То это как бы на руке всё делается. В общем, вот эту пюрешку я тоже беру с собой. Я специально покупала его на Озон. Потом пакетику беру. Я с собой беру... Ну, как бы я туда сейчас еду завтра, но я везу чистовещие. Я ещё туда не напоможу, но чтобы они там были. С собой беру баночку помидоров, которые моя тётя делала. Здесь у меня тот самый первый серый штатив. Тут... А, да, кстати, в той сумочке ещё аккумулятор, который... Палка-держалка с треногой. Тот на десять мочас. Десять тысяч мочас. Надо потом на неё отзыв накатать на рек. Короче, тут у меня палка моно. Ну, моно штатив. Потом вот этот основной серый штатив. Держалка для телефона. Чтобы, допустим, шорцыки писать дома или типа того. И, может, что-то ещё. Не помню. Так-с, переходим к этому. Вот этот кремик мне кто-то из вас, дорогие подписчики, дарил. Сейчас я ткну камерой, чтобы она это фокусировала. Короче, крем для рук едет в деревню. Гель для душа. Там у меня есть небольшой, неполный гель для душа. Тоже от Лёлечки. Этот Фаберлик, тот от Эйвен. Едет в деревню. Вот это я делала на него отзыв, на Арики. Можете глянуть. Ссылочка в инфобоксе на мой профиль. Даже если у вас есть аккаунт, можете там подписаться. Короче, вот это молочко для необгорения. Едет в деревню. Вот этот шампунь, после которого не надо бальзам или спрей. Он нормально, как бы не спутывая от полосы расчёс. Вот их отпарли. Был у меня шорст какой-то ему посвящённый. И в инфобоксе тоже вроде как. Он едет в деревню. У меня там есть вроде как намёк на шампунь, но я даже не очень в курсе, если там что. Много, не много. Ну, в общем. А он ещё для всех типов волос, при случае, если там подруга решит приехать, башка помоет. Кто-нибудь из родственников, мало ли. Вот этот алоэ гель, которого ещё немножко, но есть, он тоже едет в деревню. В чём у меня ещё едет в деревню? Капли вот эти, кстати, на и другие тоже взять капли. Капли кошачьи от глистов профилактика едет в деревню. Был у меня шорт с этим бальзамчиком для гупотобиаква. Прозрачно, он тоже едет в деревню. Да, вот эти капли. Где-то и второй ещё пузырёк. Я не помню, какие из них полные, какие совсем не полные, они едут в деревню. Вот эти цветы этого, блин, как звать. Ну, короче, вот этот цвет одуванчика на водке, который уже лет 8, наверное, выстоян, едет в деревню. Я его использую, как голова болит, прыск-прыск, иногда он помогает от мигрени. Так, зубная паста. У меня там есть на первое время, но раз получается свести вещи на машине, то вот я её тоже возьму. Тут, в общем, это лбсилка с углём. Я на неё писала отзыв, вроде даже шорт сделала. Короче, она тоже едет в деревню, вот этот флакончик. Я думаю, что его хватит. Там у меня совсем чуть-чуть было средств для мытья посуды от Лёлечки Фаберлик, разбодяженная водой. Здесь тоже немного осталось, но оно густое. Это от Парли, которое я в Экспрессе покупала в прошлом году. Оно едет в деревню. Я его там разбодяжу водичкой и буду использовать по назначению. Это вот у меня этот косметоз. Батарейки. Часть я, наверное, оставлю здесь, сейчас увезу в деревню, потому что там часы надо батарейку. Ещё где-то были батарейки. Я что-то не помню, какое их дело. В общем, это то, что едет в деревню. У меня ещё в деревню едет. Просто это. Вы это увидите потом в другом видео. Нормально, не занавесилась. У меня тут фильтры. Ну, короче, фильтр для кувшина, чтобы наша супер меловая вода из колодца не засирала чайник Китфорд. Фильтровалась на еду и на чай, на кипячение. Мне дали, короче, родственники свой старый фильтр в деревню. И я купила две кассеты в наборе. А сестра дала мне свою старую соковыжималку. Я её хотела разобрать, посмотреть, что как. Найти по рабочее. Но я уже, видимо, её в деревне разберу. Поедет со мной ещё, как и в прошлом году. Подарок от подписчицы Леночки Минск-Москва. Блендер Мулинекс. Я вместе со стаканом в этот раз беру. Там вроде есть какая-то ёмкость, но я думаю, пусть лучше будет стакан, чтобы не геморриться, мало ли чего. Ну, вот эта его ручечка. Я потом на него тоже оставлю отзыв. Я всё собиралась, собиралась, но руки пока не дошли. Короче, вот этот блендер погружен, он поедет в деревню. Что у меня тут? Это не поедет в деревню, это тут будет, это изюм. У меня ещё поедет в деревню вот этот рулон бумаги. Может, я там порисую кого-нибудь из этих двух цундер, о которых мне чёрт подкинул. Короче говоря, я порисую. Я сюда ещё возьму с собой карандашики. Сейчас положу. У меня где-то есть стёрка, клячка, которую я использовала. Сейчас, наверное, прервусь, как раз достану. К нам тут прискакало окошко. Короче, тут у меня ластик, клячка. Несколько карандашей. Я, наверное, встаю такой тенью. Тут не очень, может, хороший свет. Потом кисточка, которая попутно ещё и карандаш, ластик. Точилка и вот эти карандаши пластиковые. Может быть, я потом ещё найду какие-нибудь карандаши и тоже свяжу в деревню. Но пока вот. Я ещё с собой хочу взять баночку варенья. У меня там борщевая заправка. И пока прервусь, потом ещё покажу. Снова я тут, короче, возьму с собой йогуртницу, закваски, соответственно. Три баночки варенья, красная смородина, чёрно-красная смородина и яблочная. Плюс две баночки кабачковой игры. Ну, в общем, вот эта вот заправка тут. И помидоры. Может быть, возьму ещё жмых какой-нибудь. Пока ещё не решила. Ну, в принципе, вот это как бы всё. Мне осталось только найти пакеты, как-то утрамбовать это и собрать. Вот, я надеюсь, удовлетворила ваше любопытство, что я беру в деревню на лето. Хотите поддержать канал, можете это сделать. Где-то там будет облачко. Ну, и как бы это всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»